Всем привет! Привет! Я снова в Обе, снова через 100 лет. Наконец-то нашла время съездить и посмотреть, что у нас тут есть. Так, сейчас посмотрим. О, издалека уже вижу орхидеи. Даже много орхидей. Так, ну что, посмотрим, посмотрим. Здесь у нас за 999. Есть даже ничего себе экземплярчики. Такие симпатяшки. О, беглик, смотрите. Очаровашка какой. Миньки, они, наверное, всегда такие. Все одинаковые. Вообще фантазий больше никаких нет. Все одно и то же. Все одинаковые. Стоят они, наверное, дорого. Смотрим. Да, 798. Это просто, это просто кошмар. Прямо беглипов навезли таких, смотрите. Не один прямо. Как всегда, мужик с тележкой. Как же без него? Так. Прямо цветов очень много. На первый взгляд, как обычно, кажется, что они все разные. Но... Нет, они, конечно, разные, но просто разнообразие не слишком велико. Какая симпатяшечка мультифлорка. Прелесть какая. Смотрите, сколько веточек у нее. Это тоже мне всегда вот такие расцветочки очень нравятся. Опять бегли. Так, тут у нас уже по 1299. Какая она чудная. Все-таки эта мультифлорка, смотрите, опять мне попалась. Какая она стоит, сейчас я посмотрю. Нет, я не собираюсь покупать. Я просто хочу посмотреть. Если я здесь, конечно, увижу цену. Подписывайтесь на мой канал. Нет, не вижу. Может быть, я без очков поэтому не вижу. Ну, я думаю, что, наверное, вот 1300, наверное. неожиданно, да? Это не орхидея. В общем, вот столько орхидей. Здесь еще на тележечке чего-то стоит. Там даже есть, по-моему, ценки. Там народ прямо хочет что-то себе уже подыскать. Что еще у нас интересного тут? С орхидеями все понятно. Теперь у нас фиалки. Смотрите, как они их расставили. Очень интересно. Розовые, синие, голубые. Красиво смотрится. Ну и, конечно, Новый год. Конечно. Какая красота. Смотрите. У нас тут сплошной Новый год. Я сначала подумала, что это место для того, чтобы фотографироваться, но потом увидела ценник. А так, конечно, было бы здорово. Любимые цветы. Много на каждом углу. Смотрите, какое количество. Ведь каждый год одно и то же. И никто особенно их не покупает. Ценник на них, конечно, там, что побольше, там, смотрите, 700 рублей, но вот поменьше 300. Ну, конечно, там, не знаю. Ну, что-то, может быть, украсить какой-то офис в таком количестве. Очень много вот таких всяких зеленых, красивых, разных. Названиями не спрашивайте. Будем любоваться просто зеленью. Потому что сейчас зима и очень грустно. Хочется прямо вот цветов разнообразных. Прямо глаз радуется. Народ охотно берет орхидеи, хочу вам сказать. Хоть тысячу, хоть две. Они будут стоить. Все равно всегда их будут покупать. Так, что еще здесь можно посмотреть? Хотела я посмотреть, есть ли декабристы. Пока не вижу. Вижу только много суккулентов разных. А, вон вижу декабристы. Вон они. С другой стороны надо обойти. Об обойти. Так. Декабристики все уже пооблетели цветочки. А то, что осталось, тут обычные розовые. Неинтересно совершенно. Так. Это что у нас такое тут? Полузамерзшее, мне кажется. кактусы. Какалатея, что ли. Красивые листики очень. Новогодние кактусы. Ждут вас. Такие веселенькие даже есть. Красотища ведь, да? Волшебным образом около цветов и тапки можно сразу купить. И не одни, и разные. Смотрите какие. Тепленькие такие. Естественно, лопаты. Ну, естественно, куда без них-то. Прямо смотрите. Одни лопаты кругом. Так. Это уже другой зал. Но здесь все равно. Все равно вот эти цветочки. Ой, герань. Правда, мне очень интересно. О, что я вижу гипиаструмы. Так, так, так. Гипиаструм. Микс. 599 рублей. И 649. Ну, вот эти, которые вянут уже, это, наверное, вот подешевле. А те, что еще пытаются распуститься, но они все красные. Ну, что такое? Вот один только светленький стоит. То он не махровый, обычный. Ну, он, конечно, симпатичный. Ну, вот я что-то больше сейчас люблю махровые. Ну, то есть, если покупать, то вот что-то такое феерическое, красивое. А это, ну, что это уже? Вот этот. Нет, ну, они тоже, конечно, имеют свое очарование. Ой, луковичка вся сухая, сухая. В общем, они тут выживают. Ну, я уже говорила, что все цветение гипиаструма приходится на ресурсы луковицы. То есть, насколько луковица мощна, настолько будет красивое цветение. А дальше уже, когда они набирают листья, там, корни наращивают после отдыха, там уже опять идет как бы пополнение луковицы. А сейчас вот они все здесь буквально никакие вообще. Жалко так. То есть, это здесь практически одноразовые цветы. Если их, ну, не знать, как с ними дальше поступать, то, конечно, могут и погибнуть даже. Ой, как здесь хорошо. И, кстати говоря, народу мало. Хотя вот я сегодня ехала сюда, сейчас уже вечереет. У нас очень, прямо, народу много едет в эту, в Мегу. Ну, не конкретно в Оби. Ну, везде там по всяким магазинам, там с детьми они развлекаются. По кафешкам. И очень много. Народу пробки, сугробы. Я когда сюда ехала, я думала, что я не доеду сегодня. Так, здесь у нас как-то стало очень просторно. Какие-то вот они вот сделали вот такие вот. Да. А там-то у нас уже елки в соседнем зале. Сейчас пойдем посмотрим. Прям, ну, как бы у нас каждый год с вами осмотр лимонов с апельсинами происходит. Ну, как-то все скромно. Вот прям мало так. Ну, есть, есть, смотрите. Лимончики висят. Да. Грустно как-то. Да. Хоризонтемы. Желтые. Желтые. Красивые, конечно. Супер. Розы тоже. 369 рублей. Не знаю. Сейчас в квартирах так жарко, что эти розы ненадолго. Ну, так, если купить себе. Ох, какие яркие. Бегонии. Смотрите. Желтые. Красивые. Ну, красные тоже красивые. Народ никого прям. Столько в автобусе и со мной ехало народу. Где Неси? Люди, вы где? Такой островок тут тоже живописный. Так, ну что, пойдемте посмотрим елки, что ли? Палки. Елки-палки. Лес густой. Так. Здесь вообще холодно. Я всегда называю уже этот третий зал холодный зал. Ах, как здесь пахнет елками. Ах, как в лесу. Очаровательные всякие. Красота. Релакс. Вот это не надо нам. Ценник всегда все портит. А там еще все деревьями торгуют. Сохранятся они, интересно, до весны. Тут у них в таких горшках-то питания-то мало. Ничего себе, даже большие какие-то. 2400 распродажи. Налетай, подешевело. Ну так, понятно, что кустиков всяких мало, мало-мало. Все желтое, листья желтые. Так. Что тут у нас от лета осталось? От лета остались качельки. Что там у нас? Распродажи нет никакой на фигурке. Казалось бы, надо распродавать. Хотя не так уж и много их осталось тут. Нет, ну это они считают распродажи. Да. Так не особенно-то, да, не особенно распродают. Ну а что, это такой ходовой товар, который на следующий год будет так же актуален. Можно это все прибрать, а потом выставить снова. Ой, елочки, елочки. Голубая ель. Какая она красивая. Нереально вообще. Ель в горшке. Мелкая такая, мелкая у нее иголочки. Хорус. Попался мне Хорус. Так, ну вот. И вот эти елочки, которые к Новому году уже, наверное, кто-то уже ставит. Знаю, кто сейчас ставит такие елки. Холодные, такие холодные. Я, честно вам признаюсь, елку не ставлю такую уже. У меня есть огромная искусственная елка. Когда-то мы покупали, когда дети были еще поменьше. А сейчас это уже неактуально. Маленькую елочку поставим так, для души. Гирлянду включим и все как-то не украшаем. Очень красивые ели. Прямо вообще. Сказка какая-то. Так трогаешь, уходи. Прямо вообще. Ценник тоже хороший. Так, а там у нас что? Мебель теперь только. Ну и о наболевшем. Семена. Семена. Все, уже началось, хочу вам сказать. Уже началось. Народ уже вовсю скупает семена. Я себе дала вообще обещание, что я не буду покупать ничего. У меня и так много. Много своих семян. Но все равно, я так думаю, что глаз где-нибудь да и зацепится на чем-нибудь. Потому что такое количество красивых, ярких упаковок обязательно соблазнит нас на что-нибудь. Увидела свою любимую тыкву. Вот она. Землячка. Именно вот эту тыкву я выращивала в этом году. Желтую. Одна до сих пор у меня еще есть, лежит. Шикарная. Реально, кто не пробовал, попробуйте обязательно. И размер хороший. Она не маленькая, не большая. И внутри у нее такая оранжевая мякоть. Прелесть. И сладкая. У меня семена есть, поэтому я покупать естественно не буду. Вот. Вот такой буржуй баклажан я сажала. Круглый, помните? Кругленький. Хороший сорт. Мне понравился. Свекла, свекла, свекла. Наверное, у меня даже еще осталось. Это надо смотреть. Ну, если нет, тогда буду свеклу потом, попозже покупать. Потому что я ее сажаю в парник. Ну, сначала рассады, потом в парник. По краю грядки у меня всегда ранний урожай. Ну, тот, кто смотрит мой канал, тот в курсе. Продачу которой. Вот. Морковки. Ну, морковку я не сажаю. Море удобрений. Море просто. Очень много. Ну, тут всегда все есть. Саперлит. Подставочки. Подставочки. В общем, тут можно ходить вечно. Не знаю, как вы, а я люблю. Люблю медитировать. Количество новогодних игрушек, конечно, впечатляет. С каждым годом все больше и все красивей. Смотрите, какие стрекоски. Очень красивый прямо вид. Ёлочки наряжают, смотрите, и ставят вот так вот. Северная сказка. Я вернулась к орхидеям, потому что, наконец-то, здесь никого нет около стеллажика с уценкой. И вообще было не подойти, просто все в большом количестве здесь. Ну, в общем, вот, что я вам хочу сказать. Брать особенно нечего, как на мой так вкус. Распродажа, типа, 70%. Ну, ничего интересного. Абсолютно. Ну, а здесь у нас не орхидея. Здесь всякие другие цветочки тоже. Ничего хорошего, скажем так. Не могу понять, что это за животное такое, кашко. Я хочу. Вот это сразу видно, что улитка, да? А это кто такой? Вот птичка, ёжик, сова, да? Правильно же? А это кто? Ваше мнение. Напишите. Как вы думаете, кто это? Небольшое количество кашпо. Разных и дорогих. Также в ассортименте корзинки. Которые не продали летом. Мне кажется, это до сих пор они. Все, вроде показала вам по-быстрому. Пробежались по всему магазину. Приезжайте сами и все увидите воочию. Всем спасибо за внимание. Всем пока!